Прочитав сообщение на нашем сайте, мы решили спросить у автолюбителей, действительно ли проблема оперативного реагирования и выезда на место происшествия сотрудниками ГИБДД стоит так острым. Долго едут вообще. По идее, как я знаю, что при случае ДТП первые экипажи, которые близко нахуй должны приезжать, они долго едут. Бог миловал, я не попадал, но со слов, как говорится, моих знакомых, что это бывает очень долго. Порой и по два часа ждут. И сколько сам я видел. Едешь, допустим, я живу на Бурвострое, едешь в город, авария, машины стоят. Обратно едешь уже, там через час они до сих пор стоят, ГИБДД нет. Сегодня несколько десятков тысяч автомобилей ежедневно выезжают на улицы столицы. Как показывает статистика, в среднем в сутки по Улан-Удэ регистрируется более 20 различных дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД пояснили, что сейчас в их структуре документов, строго регламентирующих время прибытия экипажа ДПС на место аварии нет. Своего рода приоритет отдается происшествиям, где есть пострадавшие. Остальные вынуждены ждать. С учетом того, что выход личного состава составляет всего 7 экипажей, дневная норма, вот учитывайте из 20-30 дорожно-транспортных происшествий, естественно, останется время ожидания. В ГИБДД отметили, что 7 экипажей в день – это максимальная возможность для Улан-Удэ. Организовать большее количество не хватит ни техники, ни личного состава. Также сотрудники госинспекции отметили, что зачастую их вызывают на мелкие происшествия, где вполне можно было бы обойтись вызовом дорожного комиссара. И возвращаясь к опросу, автолюбителей стоит отметить, что нашлись и другие мнения. Ну, наверное, оперативно. Служба у них такая, что надо людям помогать. Быстро дело сделал и освободил людей. Батар Ламбаев, Дорожич Айдопов. Новости дня.